Здравствуйте! Новости 24 на телеканале ННТ в студии Махач Курбанов. Пожар в одном из торговых центров Кизляра был ликвидирован к 12 часам дня. Напомню, утром здесь загорелась кровля здания к месту ЧП. Оперативно прибыли пожарные расчеты МЧС. Жертв и пострадавших нет. Ликвидирован канал поставки наркотиков в республику из Пятигорска. В ходе обыска в доме 34-летнего уроженского района были найдены более 85 граммов так называемой соли. Кроме того, обнаружены компоненты для упаковки и уфасовки наркотиков под дозом. Блистеры лекарственного препарата Лирика, весы, множество мобильных телефонов и иных гаджетов и сим-карт. Установлено, что мужчина на данном бизнесе заработал около 7 миллионов рублей. Оперативники установили, что безработный мужчина 1985 года рождения организовал поставки крупных партий наркотического средства метилофидрон из города Пятигорска в Дагестан. Целью реализации через интернет-мессенджеры, бесконтактным способом, путем закладок в тайники. В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками наркоконтроля МВД по республике Дагестан задержан уроженец Карабдархенского района республики, который проживает в городе Пятигорск с Ставропольского края. Всего по фактам реализации и хранения наркотика, называемого в народе как соль, задержано 10 человек. В ходе обыска квартиры подозреваемого сотрудники полиции изъяли 85 грамм наркотического средства метилофидрона. Кроме того, обнаружили компоненты для упаковки и фасовки наркотиков по дозам, листеры лекарственного препарата, лирика, весы, множество мобильных телефонов и иных гаджетов и сим-карт. В рамках расследованного уголовного дела установлен факт легализации задержанным наркозбитчиком денежных средств около 7 миллионов рублей, которые он получил от продажи наркотиков. По данному факту, в следственной части, в следственном управлении МВД по республике Дагестан возбуждено 46 уголовных дел. В отношении подозреваемого избраны меры пресечения в виде ареста. Санкции инкриминированных злоумышленников в статье предусматривают до 20 лет лечения свободы. В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения под существу. Водитель будь бдителен. Под таким названием прошла акция по соблюдению безопасности дорожного движения в Лакском и Кулинском районах. Организаторами выступил отдел просвещения прямой в театре республики совместно с сотрудниками ГИБДД и общественными организациями. Подробности далее. Ассалам алейкум, инспектор ДПС Сержам Магомедов. Акция у нас в исламе безопасности дорожного движения. Нет, на этот раз сотрудники ДПС не штрафуют водителей и остановка не для проверки документов. Инспекторы совместно с отделом просвещения прямой в театре проводят очередную акцию, цель которой предупредить участников дорожного движения о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Удивление большого на этих охладителей я не вижу, потому что мы регулярно проводим такие акции. И всегда проводим мероприятия по профилактике дорожного движения. Административный центр Лакский район, село Газикумух. Здесь акция «Водитель будь бдителен» берет свое начало. Кумухские автомобилисты за безопасное вождение и категорически против тех, кто их явно нарушает. В буклетах напоминают водителям о тяжких последствиях, которые лучше избежать. «Предупрежден, значит вооружен». Акция, конечно же, в первую очередь для того, чтобы люди понимали, водители, что это для их блага, чтобы они знали, что Всевышний Аллах на них смотрит, видит их. И не только видеокамеры надо бояться, а в первую очередь камера должна быть в сердце, в душе. И знать, что Всевышний будет отчитывать, и ответственность перед Всевышним намного серьезнее, намного ответственнее, чем перед другими. В зоне риска первыми оказываются те люди, которые только получили право, то есть они молодые люди, и это очень актуально для молодых людей. Мы считаем, что такую работу надо провести регулярно, ну и так, чтобы молодые люди тоже взяли в себя на вооружение и учитывали все, что сказано в данной акции. Акция «Водитель будь бдителен» завершилась в Кулинском районе в селе Вачи. Водителям и пешеходам раздались 150 разъяснительных буклетов. Подключился пропаганде безопасного движения и местный блогер-пастух Абдурахман Калинаев. В республике, я считаю, это нужно издавать, короче, с начальных уроков в школе просвещать, вот так узнавать, чтобы дальше больше и аварий не было, и водители были спокойнее. Камиль Деветов, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, Лагский район. Новый центр для удобства потребителей электроэнергии, расположенный на базе махачкалинских городских электросетей, открылся по адресу до Хадаева, 73. Здесь абонент сможет оплатить за потребленную электроэнергию, узнать состояние лицевого счета, а также получить помощь в оформлении заявки на установку или замену счетчика. Такие центры будут открыты у нас в других районах города Махачкалы, Кировской, Ленинской, Советской территории города Махачкалы. Очень близко к нам, прямо на горку, здесь два шага буквально идти. Раньше ходил на Радищева, очень тяжело было, тем более у нас взрослые дома есть, иногда им приходится, чуть ли не ездят, очередях там стоят. Сейчас близко, очень аккуратно обслуживают, буквально за несколько минут объяснили даже, как открыть личный кабинет. В общем, очень рады, большое спасибо. Подчас весьма далека, либо вообще не соприкасается с представлениями о том, как и во что должна одеваться женщина. Хиджаб в переводе с арабского языка буквально означает «покров завеса». По строгим канонам ислама, женщина должна закрывать одеждой все тело. Открытыми остается лишь лицо и кисти рук. С точки зрения мусульман, хиджаб – это признак скромности женщины, которая не желает выставлять на показ свою красоту, скрывая ее от глаз посторонних мужчин. На сегодняшний день индустрия моды развивается и в исламском сегменте, предлагая женщинам множество различных способов повязывания платка. Таким образом, чтобы выглядеть одновременно стильно и скромно. Чтобы выразить свои мысли, этому человеку нужны холсты краски. Глухонемый художник Мирисмаил Сеидов из Дербента уже и не представляет свою жизнь без искусства. В его коллекции более 300 полотен, а за плечами несколько выставок и звание заслуженного художника Дагестана. Побывала в гостях у живописца наш корреспондент Карина Баталова. Мир звуков и слов ему не подвластен, но разве можно, так сказать, увидев эти картины? Деревья, озера, горы и голоса будто слышны из полотен. Еще немного и в нарисованном лесу прозвучит птичья трель. А все благодаря великолепной фотографической памяти, внимательности и, безусловно, таланту. Мирисмаил работает в самых разных техниках. Здесь и картины, которые нарисованы масляными красками, например, как этот пейзаж, это вишневый сад. Так и картины, нарисованные карандашом, как этот маяк, и даже акварелью. Причем такие красивые картины он рисовал самыми простыми школьными красками. Его никто не учил рисовать. По-другой не было ни учебников, ни интернета. В 9 лет Мирисмаил сам смастерил этот небольшой мольберт. Картины стали появляться одна за другой. Живописца очень вдохновляет родной дербент. Его стены изображены так реалистично, что многие картину путают с фотографией. Немало в коллекции изображений природы. Есть и весьма необычные экземпляры, выполненные в стиле сюрреализм. Вот это пустынь. Сначала пустынь. Это пустыня. Как он мне объяснил, он говорит, что со временем наша земля может превратиться в такую же пустыню, как у него нарисована на картине. Вот как здесь пирамиды Хеопса, которые тысячелетиями стояли. И вот такая вот руина будет. Вот это он нарисовал шар. Это земной шар. Если, говорят, люди, шахмат в порядке он нарисовал, если люди не будут, говорят, вот так играть с землей, вот он показывает это как шахматы. Мирисмаил очень чуткий человек. Он понимает людей без слов, невербально. Ему не нужен язык жестов. Особенно интересно выглядит диалог матери и сына. Они будто читают мысли друг друга. Когда эмоции художника одолевают, он запирается в мастерской и начинает творить. Картина – это его способ поговорить на чистоту с окружающим миром, высказать все, что таится на душе. Я иногда спрашиваю, а почему ты природу рисуешь? Он говорит, я не говорю, вы говорите, а природа меня успокаивает. Вот этим я успокаиваюсь. Иногда бывает, что он понервничает, говорить не может, кто-то не поймет, если меня дома нет. Я-то его вообще понимаю, что он говорит. Он закрывается своей мастерской и начинает рисовать картины. Мирисмаил – лауреат государственной стипендии Министерства культуры России. На его счету несколько персональных выставок в родном Дербенте и в Махачкале. Но мечтает он представить свои работы в Москве. Поэтому не продает картины. Хотя за них ему предлагали немалые деньги. Карина Баталова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Дербент. Лученица Бариат Мирзаолива выиграла Кубок России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. На турнире, который завершился накануне в Орле, воспитанница Дагестанской школы лучного спорта выполнила норматив мастера спорта России. Также Бариат Мирзаолива, наряду с другими лучниками-колясочниками Алилом Алиловым, Магомедом Амаровым и Варначаном Амирбековым показали третий результат в командных соревнованиях. Сегодня там же в Орле стартовал еще и международный турнир. Там также примут участие наши лучники. Дагестанский борец Али Шабанов стал чемпионом Лиги Индии. Вольник из Махачкалы выступал там в составе клуба из штата Харьян. Его команда Молотки в финале со счетом 6-3 выиграла у королей из Пинджаба. Воспитанник спортшколы имени Гамидова внес свой вклад в этот успех. Он одолел призера Олимпиады Дато Марсагишвили. До этого их пути пересеклись на групповой стадии. Тогда победа досталась грузинскому борцу. В других пяти проведенных схватках четырехкратный медалист чемпионатов мира Али Шабанов был сильнее всех своих соперников. К этому часу все. Оставайтесь с нами. Смотрите нас также в Ютьюбе и в Инстаграм. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова